Начнем с происшествия. В Норильске за это лето зафиксирован первый случай смерти на воде. Следственный отдел проводит проверку по факту гибели 42-летнего мужчины, тело которого было найдено 7 июля на одном из водоемов в районе базы Ольгуль. По версии следователей, криминального подтекста в гибели мужчины нет. Одежда утонувшего была найдена тут же, на берегу. Был ли мужчина в нетрезвом состоянии, покажет экспертиза. А в крае Следственный комитет расследует гибель 17-летнего воспитанника Лисосибирского детского дома, отдыхавшего в лагере под Красноярском и утонувшего в озере неподалеку от лагеря. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, 10 июля подросток самовольно покинул территорию лагеря и, вероятнее всего, сразу же направился на озеро, где во время купания утонул. Всего же с начала этого лета в крае утонули 14 человек, из них трое детей. Причиной многих трагедий – любовь к горячительному. Хоть на воде, хоть на дороге, дорожные полицейские провели очередной рейд нетрезвый водитель. Последний улов – 10 пьяных автомобилистов. Этим летом, говорят в ГИДД нетрезвые водители, главный бич городских дорог. Не пугают водителей ни штрафы в 30 тысяч рублей, ни лишения, правда, двух лет. Ни даже реальные сроки лишения свободы за повторное нарушение. С начала этого года стражи порядка задержали 273 водителя, осевших за руль под шофе. За аналогичный период 2015 года таких нарушений было примерно на три десятка меньше. Михаил Чернов продолжит тему. Водитель этой иномарки стал первым кандидатом на лишение прав на ближайшие полтора-два года. Его задержали в КРК. На нарушителя был составлен административный протокол, а за машиной приехал эвакуатор. Легковушку отгонят на штрафстоянку. А самого задержанного доставили в наркологию, поскольку он не согласился с показаниями алкотестера. А вот еще претендент на лишение прав. Мужчина, завидев патрульную машину, попытался скрыться в одном из кирканских дворов. Не получилось. А на вопрос, стоило ли садиться нетрезвым за руль, стал убеждать полицию, что не он вовсе сидел за рулем. Почему вы сели за руль в алкогольном пенении? Я не хотел садиться. Вы не были за рулем? А? Нет. Перехитрить инспектора не получилось. Явный запах алкоголя в салоне машины выдал нетрезвого водителя. А мужчине ничего не оставалось делать, как дать согласие на мета-свидетельствование. Вы согласны будете подышать трубку в алкотестер-драгере, так сказать, по-русски в трубку? Согласен буду, потому что если я отвернусь, значит, я автоматически буду лишен. Да, абсолютно верно. Теперь и этому гражданину грозит штраф в 30 тысяч рублей, лишение прав от полутора до двух лет. Кстати, придется ему оплатить еще около пяти тысяч рублей. Примерно столько стоит эвакуация автомобиля из Кайркана на ганерскую штрафстоянку. Кстати, за время трехдневного рейда по нетрезвым водителям на штрафстоянку было помещено 15 автомобилей. И некоторые из них принадлежат тем, кто уже лишен права. Несмотря на это, безбоязненно в нарушении всех правил вновь сел за руль. Машина чья? Моя. Чем так кажется? Ну, в данный момент ничего. Госавтоинспекторы рассказывают, этим летом нетрезвые водители главный бич норильских дорог. В ходе рейда было задержано 10 водителей в состоянии опьянения. А с начала года в списках дорожной полиции таких уже 273 человека. Меж тем, пьянство за рулем – проблема всей страны. С января этого года по июнь на дорогах России поймано более 16,5 тысяч нетрезвых нарушителей. Получается, пока увеличение штрафов и лишение прав не особо повлияло на дисциплину российских автолюбителей, если они позволяют себе снова и снова садиться за руль и без прав, и в пьяном виде. Михаил Чернов, новости северного города. Зато в коммунальной сфере проблему решить удалось. В стихийную. В городе практически справились с последствиями мартовского жестокого шторма. Напомню, что от ветра пострадали кровли 157 многоквартирных домов или более 33 тысяч квадратных метров крыш. Восстановить их планировали к 1 июля. Практически все подрядчики с поставленными задачами справились. К 1 июля все кровли у нас были закрыты. Закончена работа на всех объектах, в том числе самых пострадавших, самых серьезных. Это, помню, в Ленина 5, Ленина 7, да, Лаская 33. В настоящее время, на сегодняшний день у нас устраняются неполадки по Кира-18, так как мы не принимаем по качественным выполненных работ, подрядчик устраняет замечания. И еще на двух объектах идет незначительное окончание. Это подрядчик Аргус у нас на Таланско-44, Московский-23 заканчивает свои работы. Также завершены работы на 50 пострадавших муниципальных объектах. Незапланированные ремонты обошлись городу более чем в 95 миллионов рублей. 75 миллионов власти выделили на ремонт кровель жилых домов и 20 миллионов на объекты соцкульт-быта. Масштабные ремонты идут и в детских садах. Там продолжают обустраивать дополнительные группы в помещениях прогулочных вероят. Напомню, все они должны быть реконструированы к 1 августа. Подрядчики в Талнахе раньше всех, приступившие к работам, обещают сдать новые группы досрочно. А вот в центральном районе в срок могут и не уложиться. Оборудование пришло, кабинки, кроватки, интерактивные доски. Предполагается, конечно, что эти группы будут самые красивые в детских садах, потому что все оборудование совершенно новое, очень красивое. Единственное, что вызывает тревогу, единственный подрядчик, это Леанта Красноярский. У него сегодня мало рабочих. Лично разговаривала с ним вчера по телефону. Он обещает, что к 1 августа, но есть сомнения, что он может не закончить. Четыре детских сада у него в центральном районе. Открытие дополнительных групп позволит сократить очереди в детсады более чем на 500 человек. Из бюджета на реконструкцию и перепланировку дошкольных учреждений выделено более 40 миллионов рублей. Среди других городских новостей пополнение автобусного парка «Энпопад». 30 новеньких МАЗов уже с 1 июля выехали на дороге города. У него заключен контракт на пропуску 30 автобусов. Из них 25 автобусов большого класса, 5 автобусов малого класса. С 1 июля автобусы введены в эксплуатацию. К осени парк главного норильского пассажирского перевозчика пополнит еще 8 машин. Программа обновления автобусного парка рассчитана на 3 года. В будущем году приобретение транспорта будет продолжено. Денег муниципалитету на все запланированные программы и проекты пока хватает. Есть шанс даже год закончить без дефицита в городской казне. А вот госдолг Красноярского края побил исторический максимум. По данным Краевого министерства финансов, задолженность составляет почти 95 миллиардов рублей. По сравнению с июнем цифра увеличилась на 4 миллиарда. Всего же с начала года госдолг региона вырос на 10 миллиардов. В Минфине уверяют, сумма растет за счет роста бюджетных кредитов. Они выдаются, как правило, под льготный процент, но целых одну десятую. Поэтому краевой бюджет пострадать не должен. Уже в начале августа регион уменьшит сумму долга на 6 миллиардов рублей. Вы не забывайте, у нас и бюджет края очень большой. Мы тоже находимся в лидерах среди российских регионов. У нас долг сейчас составляет 56% от доходов бюджета. 56. У большинства регионов он гораздо больше. У 7 регионов он больше 100%. И еще порядка 30 регионов больше нашего. В публичной библиотеке трубы вынесли прямо на фасад здания. И это не халтурный подход каких-нибудь подрядчиков, а современное произведение искусства. Инсталляция «Вечная теплота» объединила московский паблик-арт с литературными произведениями норильских писателей. Авторы проекта норильчане вошли в число победителей всероссийского конкурса «Литературный след», организованного фондом «Живая классика». Их идею развела и правильно упаковала московская художница Марина Звягинцева, лидер отечественного паблик-арта. Но воплотить проект в жизнь позволила поддержка норильского никеля. О том, как загнать литературу в трубы и что думают об этом норильчане, расскажет Анастасия Гринько. Ах, север, милая страна, держава комарья и света, где на заре рыбачья сетка сегов непуганных полна. Здесь дремлю тысячи озер, щедры брусничные поляны, и все, что в раз охватит взор голубизною осиянно. Чтобы познакомиться со строками норильских поэтов, теперь достаточно просто подойти к публичной библиотеке. Презентация инсталляции «Вечная теплота», она же настоящий паблик-арт-проект, открылась лекцией его автора, московской художницы Марины Звягинцевой. В лекции она представила свои мысли о созданном ей литературном трубопроводе. Паблик-арт – это искусство в общественном пространстве, которое рассчитано на неподготовленного зрителя. То есть тот зритель, который приходит в музей, он уже готов столкнуться с искусством. Тот зритель, который бежит по своим делам мимо этой библиотеки, он совершенно не готов столкнуться с искусством. Он останавливается и задает себе вопрос, что это. В Норильске Звягинцева впервые, и тем удивительнее, что для арт-объекта она выбрала именно трубы. Коммуникации в Норильске – важнейшая вещь, поддерживающая жизнь всего города. Вода, электричество, связь, общение людей. И вот теперь по литературным трубам в батарее книг запустили и творчество норильских поэтов. Новый арт-объект стал победителем конкурса «Литературный след», организованного фондом «Живая классика» при поддержке компании «Норильский никель». От лица компании я хочу сказать о том, что, во-первых, это потрясающий проект. Я думаю, что он даст старт с зажигательным и совершенно неожиданным решением по арт-инсталляциям в городе Норильске. Хочу пожелать этому проекту теплоты, вечной света, электричества в бегущих строках. Ну и удачи в добрый путь. Текст можно менять. Каждому событию можно предложить новые цитаты и стихи. По мнению автора, этот проект – настоящий антипод на скучившей рекламе. Вместо надоевших людям предложений зайти и посмотреть – живо цепляющие прохожего мысли и слова, вовлекающие в мир литературы. Для меня было в первую очередь важно обозначить, что все-таки это библиотека. Во вторую очередь, я насколько понимаю, что не все норильчане знают своих литературных героев. То есть они не знают, не всех поэтов знают. Здесь бегут строки, которые мы насильно заставляем жителей читать. То есть все равно люди останавливаются и читают. Они как бы принудительно, добровольно-принудительно включают литературу. Норильчане проект оценили. Литературные коммуникации, несущие духовное тепло и свет – необычное решение для нашего города. Мне кажется, получилось достаточно необычно, ярко, здорово, сразу цепляет взгляд. И библиотека, в общем-то, очень яркое здание в нашем городе, очень важное. Но зачастую люди даже не представляют, сколько интересного здесь происходит. А это для многих просто второй дом, для таких, как я, для поэтов. А теперь только посмотришь и сразу теплей становится. Хочется зайти, хочется остаться. Замечательно. Самое главное, что эти, вот видите, бегущая строка, читаешь одновременно. Если что-то непонятно, пойдешь возьмешь, прочешь книгу. Куратор проекта, глава фонда «Живая классика» Марина Смирнова говорит, что среди множества паблик-арт-проектов фонда «Норильская вечная теплота» выделяется особо. В нашем городе, где ярких пятен не так много, площадка у городской библиотеки теперь может стать новым популярным местом для горожан. Планируется, что в ближайшее время у библиотеки появится свободная сцена, где желающие смогут привнести свою творческую лепту в городскую жизнь. Мне кажется, что это не только отопительная система, я считаю, что это кровеносная система города. То есть, как по венам течет кровь, которая согревает, и вообще, собственно, благодаря этому мы живем, так поэзия должна течь по венам этого города, согревая его. А к осени в городе появится еще один арт-объект – пятиметровый жираф в унтах и шарфе. Создатели надеются, что жираф, как и литературный трубопровод, согреет сердца норильчан. Анастасия Гринько, Геннадий Зверев, Новости Северного города. Тем временем в среду в Норильске дали старт большим торжествам. Отмечать День Металлурга и города начали поощрением его жителей. Муниципальные и корпоративные награды получили примерно две сотни работников разных предприятий и учреждений города. Ваш труд, ваши успехи отмечены сегодня на высоком уровне. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили норильчанам за профессиональные успехи. Среди двухсот заслуженных работников – сотрудники компании, работники бюджетных организаций, общественники и предприниматели. Награды вручают независимо от сферы деятельности, ведь грядущие праздники объединяют всех горожан. Для меня, как для жителя Норильска и как для работника, который все-таки 25 лет отработал в Норильском Никеле, День Металлурга – это, во-первых, профессиональный праздник, потому что я сам был металлургом, 11 лет отработал. А второе, День Металлурга все равно воспринимается как День города. Эти праздники просто неразрывные, и мне кажется, это в свое время нашими предшественниками абсолютно правильно было решение совместить вот эти два праздника вместе, потому что абсолютно неразрывная связь комбината и города. Я считаю, что у нас на заводе сотни людей, профессии, которые достойны, чтобы их отметили. И что вот меня тоже выделили и наградили почетные грамоты. Вот вы знаете, действительно, вот теперь я ощущаю действительно, что праздник города, он как-то вот подходит, наступает, уже вот стучится во все двери. Ждут горожан и более серьезные награды. Несколько десятков норильчан президент страны удостоил государственных медалей и орденов. К другим темам. Все больше норильчан суды приговаривают к исправительным и обязательным работам за преступления небольшой тяжести. Так, в первом полугодии бесплатно трудились почти 50 горожан. Не заплатил алименты, сел пьяным за руль, готовся отдавать долг родине и пополнять госбюджет вместо собственного. Главная цель таких наказаний – воспитание и социализация оступившегося человека. Как с этим обстоят дела в Норильске, расскажем далее. К исправительным работам, по словам инспектора Марины Тихомировой, суды чаще всего приговаривают граждан за неуплату алиментов или кражу. Исправительные работы, они обываются в местах, либо по основному месту работы, либо в организациях, включенных в перечень для отбывания наказания, исправительных и обязательных работ. Предусматривают они под собой работу в период времени, который установлено приговором суда, и из их заработной платы производится удержание в размере, установленном приговором суда, либо 5, 10, 15 процентов. Обязательные же работы могут назначить за преступление небольшой тяжести. Например, это грозит водителю, севшему за руль без прав. Отрабатывать норильчане нарушители чаще всего отправляются на автовокзал. Поработать на благо общества предлагается в должности разнорабочего или дворника ежедневно от 2 до 4 часов в день в свободное время. Со стороны может показаться, что 2 часа в день помахать метлой легко, но на самом деле работы проходят либо рано утром, либо поздно вечером, в любую погоду и совершенно бесплатно. Кстати, отлынивать не получится. За работой следят работодатель и инспектор. За нарушение порядка отбывания наказания можно получить реальный уголовный срок. Анастасия Гринько, Иван Усачев, новости северного города. 14 июля солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Ночью в Норильске малооблачно без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, температура в городе плюс 12, плюс 15 градусов. Днем в городе переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5,10 метров в секунду, температура в городе плюс 22, плюс 25 градусов.